Лев Безыменский. Разгаданные загадки Третьего Рейха. Первая дорожка четвертой кассеты. Об этом Муни поставил в известность американского посла в Париже Буллита. К сообщению отнеслись весьма серьезно. Мистер Муни писал в специальном меморандуме на имя английского министра иностранных дел, его главный дипломатический советник, сэр Роберт Ванситарт, значительно отличается от господ типа Риккета, Дэвиса и Смита, на которых имеется весьма неблаговидное досье. Муни, человек с высоким личным авторитетом, давно занимает важный пост в крупной американской фирме и имеет свободный доступ к Буллиту и Кеннеди. Впрочем, Муни сам появился в Лондоне и направился к тому же в Анситарту. Как бы разъясняя связи бизнеса и дипломатии, сэр Роберт докладывал министру. Мой брат уже давно занимает пост директора европейского филиала американской компании General Motors. Как вы знаете, это крупнейшая компания такого рода в США. Начальник моего брата, мистер Муни, президент General Motors Overseas Corporation. Муни — высокопоставленный американец с большими военными заслугами. Я был с ним знаком, хотя и не поддерживал связи в последнее время. Сейчас мой брат по совету американского посла, мистера Кеннеди, устроил мне встречу с мистером Муни. И вот что он мне сообщил. Банситарт узнал от Муни следующее. Во время недавнего визита в Берлин он встретился с Гельмутом Больтатом. А тот свел его с Герингом. 19 октября 1939 года состоялась их трехчасовая беседа. Сначала Геринг изложил в Муни свою концепцию. Оказывается, в Германии есть две школы мышления. Одна считает войну делом, решенным окончательно и бесповоротно. Другая рассматривает ее как открытую проблему и стремится к обсуждению возможностей или невозможности соглашения. Как видим, это был давний и весьма избитый прием, который пускался к Герингам в ход не раз. Тем не менее, Муни выразил готовность рассказать в Лондоне о программе Германии, якобы сводящейся к следующим пунктам. Первое. Польша. Германия хочет восстановить автономное польское государство с 14 миллионами населения. Это была чистейшая ложь. Второе. Чехословакия. Геринг хотел бы гарантировать политическую и культурную целостность чехов. Ложь не меньше. Третье. Россия. Фельдмаршал Геринг заявил, что если будет достигнуто соглашение по другим пунктам, то его группа предпочтет вернуться в западную семью. Он заявил, что Германия заключила соглашение с Россией в состоянии отчаяния и хочет от него отказаться, как только это будет возможно. Четвертое. Религия. Геринг заявил, что он уже сообщил Ватикану о том, что его группа собирается предпринять в религиозном вопросе. Он высокого мнения о папе и может заключить с ним сделку. Для обсуждения этой программы Геринг и предложил встречу уполномоченных трех держав на нейтральной почве. При этом снова был упомянут Вольтад. Муни долго обсуждал этот план и стал его сторонником, призвав Ванситарта поддержать группу Геринга. Для того, чтобы ободрить Ванситарта, он разъяснил ему. Речь идет о тройственном разделе сфер влияния, дележе мировых рынков между Германией, Англией и США. Не требуется особых усилий, чтобы увидеть коварный смысл замысла Геринга, поддержанного главой Дженерал Моторс. Ведь в беседе с Муни он был гораздо откровенней, чем Муни это передал англичанам. Если мы сегодня заполучим соглашение с англичанами, сказал Геринг, то завтра сбросим русских за борт. Все те же антисоветские намерения торчали, как осливные уши из-за спины гитлеровского фельдмаршала, который изображал себя миротворцем и хотел на антикоммунистическую удочку подцепить Муни, а за ним Ванситарта и Чемберлена. Однако не надо забывать, Муни был только одним из представителей крупного бизнеса США. Были и другие не менее влиятельные круги, меньше связанные деловыми интересами с Германией и трезво оценивавшие обстановку. Они понимали, что речь идет о борьбе не на жизнь, а на смерть, и увещеваниями Гитлера интересы США защитить нельзя. Рузвельт в первую очередь опирался на эти круги, взяв курс на поддержку Англии и последующий разгром Германии и Японии, как опасных соперников США. Понимал Рузвельт и то, что за антикоммунистическими приманками таится неуемная агрессивность гитлеровского режима. Соотношение сил между изоляционистской, читай, про гитлеровской, и антиизоляционистской политическими линиями во внешнеполитическом курсе США тех лет было сложным и далеко нестабильным. Мюнхем встревожил многих в политическом и деловом мире США. Анализ положения на мировых рынках подтверждал эти опасения. Так, по ряду важных показателей, Германия стала обгонять США. Она вышла на первое место в мире по производству каучука, бензина, алюминия, азота, поточной механике и оптике. Хотя к 1938 году Германия еще отставала по общему объему экспорта станков, но обогнала США по экспорту машин, стали и химикалий. Как говорил один из видных представителей антиизоляционистов Кордл Хелл, возникла опасность полного господства Гитлера в Европе. Он рисовал такую перспективу в случае победы нацизма. Мы не будем допущены к столу мирной конференции. Мы будем отсиживаться на своих изолированных континентах, блаженно воображая, будто сможем быть реальным фактором при заключении мирного договора, который в действительности будет продиктован Гитлером. Конечно, США стояли перед невеселой перспективой потери своих позиций в Европе, где их капиталовложения к 1939 году составляли 3,3 миллиарда долларов. Агрессия Гитлера привела к резкому падению американского экспорта в страны, заклаченная Вермахтом. 1938 год 25% всего экспорта США, 1940 год 5%. Недаром конгрессмен Паверс заявил 25 июля 1940 года «Битва идет прежде всего в области экономики, и здесь мы оказываемся в проигрыше. Мы, весьма вероятно, не почувствуем действия бомб, взрывающих здания, но нам бесспорно придется ощутить результаты экономической бомбардировки, которая может разрушить наше финансовое положение». Эти веские основания укрепляли позиции тех сил в США, которые не воспринимали убаюкивающих уверений изоляционистов и считали необходимым дать отпор германской экспансии, в том числе и военной. И как недалеко было от Нью-Йоркской Уолл-Стрит до шотландского замка Дунгавел, куда летел Рудольф Гэс, невидимые нитки тянулись через все социально-экономическое пространство капиталистического мира, определяя действия политиков. Как бы это ни отрицали апологеты империализма, за полетом заместителя фюрера стоял фронт тех международных монополий, которые стремились к антисоветскому сговору. Но в равной мере инстинкт самосохранения господствовавших на Западе социальных и политических групп мешал осуществлению этого сговора. Он и предопределил провал тайной миссии Гэса. Что произошло в Англии? 10 мая Гэс очутился близ замка Дунгавел. Как мы знаем, в резиденции Гитлера это известие вызвало немалое замешательство. Не меньшим было оно и в Лондоне. Черчилль опасался, что если Гэс привез с собой приемлемый компромисс, то мюнхенцы могут снова одержать победу. Поэтому с Гэсом обращались как с горячей пышкой. С начала 11 мая его идентифицировал герцог Гамильтон. В беседе с ним Гэс уже намекнул на мирные условия, которые он привез с собой. Затем к Гэсу был послан эксперт форин-офиса, бывший сотрудник английского посольства в Берлине, лично знавший его, сэр Айвон Кирпатрик. Встречи состоялись 13, 14 и 15 мая. Каждая длилась несколько часов. По воспоминаниям Кирпатрика, смысл высказываний Гэсса был таков. Компромиссный мир, необходимость отставки Черчилля, раздел сфер влияния, признание интересов Германии на Ближнем Востоке, или блокада и голодная смерть Англии. Автор одной из книг о Гессе, Шварцвеллер, процитировав эти предложения, не без основания пишет. Настало время выбросить на свалку истории залежавшуюся легенду, а в нее часто охотно верят, о том, что Рудольф Гесс был одиноким миссионером гуманности, и высшим его желанием был только мир. Но его благородная миссия натолкнулась на стену непонимания. Человек, который топчет цветы в моем цветнике, мучит мою кошку и терроризирует моих друзей, а потом говорит, что я могу у себя на задворках сажать гвоздики, редиску и капусту, если я разрешу ему в любой момент снова топтать сад, мучить кошку и терроризировать моих друзей, такой человек не может называться ангелом мира. Это грубый, хотя и наивный вымогатель. Шварцвеллер выбрал слишком вежливое сравнение, ведь на деле речь шла не о гвоздиках и редиске, а о миллионах человеческих жизней, о Ковентре и всей Англии. Самолеты Люфтвассе не мучили кошек, а уничтожали людей. Тем не менее, до сих пор, господа из организаций в защиту ГЭСа требуют человечности к преступнику. А тогда, в мае 1941 года, лидеры Великобритании решили продолжать свои беседы с человеком, топтавшим цветник. Черчилль, узнав о содержании разговора Кирпатрика с ГЭСом, заметил, что, видимо, у ГЭСа есть и другие намерения. Начались споры, в ходе которых неожиданным образом в прессу просочили сведения о предварительных контактах ГЭСа и Гамильтона. Английское правительство опровергло их вопреки истинному положению дел и тем самым усилило недоверие общественности. А вдруг действительно речь идет о сговоре? К примеру, в Токио полет ГЭСа вызвал полное замешательство. Немецкий военный атташе в Японии Кречмар доносил в Берлин, что японцы крайне обеспокоены перспективой англо-германского соглашения. Ведь предстояло японское нападение на Сингапур. В свою очередь, в Риме полагали, что ГЭС послан самим Гитлером, так записал в своем дневнике министр иностранных дел граф Чиано 16 мая 1941 года. И в Вашингтоне задавали вопросы, неужели оживает дух умиротворения? Рузвельт считал, что в английской верхушке этот дух весьма силен. Если исходить из логики военной ситуации, при которой Англия и Германия находились во вражеских лагерях, причем Англия в те дни уже знала, что война вскоре будет расширена ввиду ожидавшегося нападения Германии на СССР, то, конечно, притязания ГЭСа должны были быть немедленно отвергнуты, а сам он подлежал заключению в лагерь для военнопленных. Какой действительно мог быть разговор с ним? Казалось бы, англичанам было все ясно. По заявлению ГЭСа Германия была намерена предъявить России определенные требования, которые должны быть удовлетворены либо путем переговоров, либо в результате войны. Именно так доложил своему правительству о беседе с ГЭСом Кирпатрик. Однако английское правительство практически вступило в переговоры с ГЭСом, поручив это лорду-канцлеру Джону Саймону. Переговоры состоялись 9 июня. О чем же шла речь 9 июня 1941 года в Митчет-Плейс, что близ авиационной базы Олдершот под Лондоном? Сюда ГЭС был переведен на постоянное жительство, причем оно ни в коем случае не напоминало по своим условиям о месте содержания военнопленного, которым практически являлся ГЭС. Это был обычный дом со всеми удобствами, охранявшийся солдатами Королевской гвардии. Последнее весьма импонировало заместителю фюрера. Протокол, его представила защита ГЭСа в Нюрнберге, содержит более 80 страниц. Причем Саймон именуется в нем психиатром, доктором Гатри, Херпатрик, доктором Маккензи. ГЭС обозначен буквой G. Англичане дали ему псевдоним J, Сойка, дабы и в документах имя ГЭСа не упоминалось. Протокол начинается так. Совершенно секретно. Девятого шестого тысяча девятьсот сорок первого с четырнадцати тридцати до семнадцати тридцати. Доктор Гатри, я полагаю, что наш план очень хорош. Мы находимся здесь. С нами стенограф, свидетель господин Масс, далее в качестве переводчиков доктор Маккензи и капитан Барнс. Господин имперский министр, меня проинформировали, что вы прибыли сюда, будучи обреченным некой миссией, и что вы хотели поговорить по этому вопросу с кем-нибудь, кто мог бы передать это правительству. Как вы знаете, меня зовут доктор Гатри, и я уполномочен правительством выслушать вас, беседовать с вами и ответить, насколько это будет возможно, на любые вопросы, которые вы хотите поставить мне. Джей, я очень рад, что прибыл господин Гатри. Джей, я знаю, что мое прибытие очень трудно понять. Джей, ввиду того, что это был экстраординарный шаг, я не могу ожидать иного отношения. Джей, именно поэтому я хотел бы начать с того, что объясню, как я прибыл сюда. Джей, эта идея пришла мне, когда я был вместе с фюрером во время французской кампании в июне прошлого года. В оригинале каждая фраза Гетса дается с новой строки, видимо, из-за последовательности перевода. Далее мы будем приводить фразы без перерывов. Доктор Гатри, «Может быть, вы предпочли бы употребить выражение «я пришел к этому решению» и повторить эти слова?» Это лучше, дабы не произошло никакого недоразумения. Переводчик. Хорошо. Доктор Гатри, «Итак, будьте любезны повторить последнее предложение. Я не совсем понял его». «Господин стенограф, будьте любезны повторить». «Секретарь, я пришел к решению прибыть сюда после того, как я видел фюрера во время французской кампании в июне». Гесс не торопился. Он начал издалека с Версальского договора с миролюбивой политикой Гитлера в 30-х годах. Он долго рассказывал о мирных деяниях фюрера, например, об аншлюсе Австрии. Получая своих английских собеседников, мастеров по ханжеству, заместитель Гитлера заявил, что при аншлюсе Австрии был осуществлен демократический принцип, потому что 95% населения впоследствии проголосовали за аншлюз. О Мюнхенском соглашении Гесс сообщил Саймону, что Гитлер был счастлив и верил, что это было началом взаимопонимания с Англией. Однако, вслед за этим, Гесс, явно забыв о том, где он находится, стал обвинять Чемберлена и Черчилля в германофобии, а Польшу в том, что она и только она виновна в войне. Более того, он начал приводить примеры нарушения Англии международного права, чернить ее за колониальную политику в Индии и Ирландии. После этого Гесс возложил на Англию ответственность за немецкие бомбежки мирного населения. Это было слишком даже для дипломатичного лорда. Протокол фиксирует. Доктор Гатри, могу ли я прервать нашу беседу с разрешения господина рейхсминистра, потому что я до сих пор внимательно слушал его рассуждения о немецкой точке зрения на войну со времени ее начала. Разумеется, я перечитаю все, что он сказал. Я не хочу мешать и хочу быть хорошим слушателем. Джей, да, доктор Гатри, со своей стороны я хочу сделать ему комплимент и воздать ему должное. Конечно, он поймет, что я не разделяю его точку зрения на войну. Я надеюсь, что он поймет, что если я не возражал ему, то вовсе не потому, что согласен с ним. Мы должны признать тот факт, что отношение к этой проблеме у нас разное. Главная цель, с которой я пришел сюда, это выслушать его. Джей, это не надо переводить, я понял. Я так с самого начала и предполагал. Я упустил из виду, что надо было в самом начале оговориться, что я не рассматриваю отсутствие возражений как согласие. С другой стороны, я должен отметить, что эта тема относится к общим проблемам нашей беседы, то есть к тому, что говорил доктор Гатри. Доктор Гатри, я хочу, чтобы меня точно поняли. Надеюсь, что я выражаюсь достаточно ясно. Я лишь хочу быть достаточно вежливым. Я хотел бы приступить к делу и перейти к настоящему обсуждению, которое наконец приближается. Хорошо, если мы понимаем друг друга. Джей, я, разумеется, предполагал с самого начала, что могут возникнуть разногласия по многим вопросам. Доктор Гатри, разумеется, это реальная проблема, которая в конечном счете будет решена лишь историей. Джей, я все это сказал только для того, чтобы доктор Гатри понял нас, чтобы он понял, как немецкий народ рассматривает ситуацию по каждому пункту, независимо от того, верно это или неверно. Доктор Гатри, да, я понимаю это. Нет никакого сомнения, что господин рейхс-министр поймет это в ходе его миссии. Он должен помнить, что британский народ это гордый народ, народ-господ. Наверное, Гассу было весьма приятно слышать эту типично нацистскую формулировку из уст лорда Джона. Ему ему не так просто понять все доводы, если они не выражены дружески, и поэтому я хотел бы услышать те предложения, с которыми он прибыл. Ну и тут Саймон не услышал столь желанных для него предложений Гесса. Вообще нельзя удержаться от улыбки, читая протокол допроса. В нем более 80 страниц и достопочтенному лорду удалось добиться от Гесса более или менее ясных ответов лишь к исходу 60-й. После первого напоминания о необходимости приступить к делу, Гесс ударился в историю. После второго стал расхваливать Люфтваффе и грозить уничтожением британских островов. При этом он быстро менял пластинки. Сначала уверял, что Гитлер вовсе не хотел конфликта с Англией, однако позабыв об этой мирной мелодии, Гесс быстро перешел к угрозам. Добрый час он распространялся о мощи Люфтваффе и о той участи, которая ожидает Англию. Здесь терпение Саймона снова лопнуло. Доктор Гатри, теперь я должен вас прервать, господин Гесс. Мне довольно трудно следовать за вами. Раньше вы говорили о том, что господин Гитлер очень сопротивлялся тому, чтобы подвергать бомбардировки города нашей страны. Теперь же вы заявили, что его политика выглядит совсем по-другому и что он является несгибаемым руководителем Германии. Дальше вы сказали, что германское гражданское население выражает большое неудовольствие. Я не могу понять, как может гражданское население выражать неудовольствие. Как можно сказать, что с одной стороны в Германии существует большое озлобление по поводу атак со стороны британских сил, а с другой стороны, мы сказали об этом чуть позднее, что с Германией ничего не может случиться, потому что разработаны все планы для защиты гражданского населения и сооружены необходимые бомбоубежища. Одно исключает другое. Джей, я этого не говорил. Я только сказал, что наши потери по сравнению с английскими весьма незначительны. Доктор Гатри, правда заключается в том, что Германия понесла тяжелые потери от британских бомб. Таков результат. Джей, я не сказал, что потери были велики. Я только сказал, что они были меньше, чем английские. Доктор Гатри, простите, что я вас прерываю, но я не могу понять, как можно сочетать эти два положения. Доктор Маккенди, если учесть, что мы потеряли 30 тысяч человек гражданского населения, а вы потеряли гораздо меньше, как же понять ваши слова о недовольстве? После этого Саймон снова попытался вернуться к главной теме. Доктор Гатри, теперь я хотел бы вам сказать следующее. Мы уже потратили много времени. Не будете ли вы столь любезны сообщить нам для информации британского правительства, какие предложения вы привезли для обсуждения? Джей, будьте любезны перевести последнюю фразу. Доктор Гатри, могу ли я просить вас представить ваши предложения для того, чтобы их можно было обсудить? Джей, я безусловно сделаю это, только я хотел бы рассмотреть еще один вопрос, а именно о подводной войне. Доктор Гатри, пожалуйста, продолжайте. я готов слушать. В конце концов, это цель моего приезда. Да-да, я буду вам очень благодарен, если вы будете продолжать. Гэс охотно принял это предложение. Тему подводной войны он использовал, чтобы пугать Саймона. Лишь к исходу беседы последний заставил Гэса огласить документ, который тот привез с собой. Документ назывался «Основа для соглашения». Кирк Патрик прочел пункт первый. Для преотвращения в будущем войн между Англией и Германией будут определены сферы влияния. Сфера интересов Германии Европа, сфера Англии ее империя. Разумеется, Саймон стал уточнять и спросил «Европа тут несомненно означает континентальную Европу». Гэс ответил «Да». Саймон хотел знать еще более точно, включает ли она какую-либо часть России. Гэс начал отвечать и ввиду важности темы его стал переводить Кирк Патрик. Доктор Маккензи Гэс сказал «Само собой разумеется, что нас интересует европейская Россия. Например, если мы заключим соглашение с Россией, то Англия не должна будет вмешиваться никоим образом». Доктор Гатри, я хочу узнать лишь одно. Что означает европейская сфера интересов? Если сфера германских интересов представляет собой Европу, то, разумеется, надо знать подразумевается ли Россия, европейская Россия, та Россия, которая не в Азии, Россия западнее Урала. Джей, азиатская Россия нас не интересует. Доктор Гатри, хотел бы знать, Москва и вся эта часть, это часть европейской зоны? Джей, нет, ни в коем случае. Здесь ГЭС внес в протокол следующее примечание. Я не мог этого сказать. Это противоречит вышесказанному или я не понял вопроса. Но разговор продолжался. Доктор Гатри, а Италия? Джей, Италия? Конечно. Италия является частью Европы, и если мы заключаем договор с Италией, то и в этом случае Англия не должна вмешиваться. Доктор Гатри, Лучше пойдем дальше. Кирпатрик продолжил чтение документа. Пункт 2. Возврат немецких колоний. 3. Возмещение убытков германским подданным, жившим перед войной или во время войны в Британской империи и потерпевшим личный или имущественный ущерб в результате действий имперского правительства или в результате бесчинств, грабежа и т.п. Возмещение Германии убытков, нанесенных британским подданным, на той же основе. 4. Одновременно должны быть заключены перемирия и мир с Италией. Вышеперечисленные пункты были повторно названы мне фюрером как основа для соглашений с Англией. Помимо них не были уточнены никакие другие пункты. Тем не менее Саймон стал уточнять. Например, какова будет судьба Ирака. Герст заявил, что Ирак не может быть оставлен на произвол судьбы, но не мог объяснить Саймону, что означает эта формулировка, сославшись лишь на то, что таковы были слова Гитлера. Как раз тогда немецкая разведка организовала антибританское движение в Ираке. Далее Саймон стал настойчиво задавать вопросы о судьбе Голландии и Норвегии, а также Греции. Он хотел знать, намерен ли Гитлер и эти страны полностью исключить из британской сферы влияния. Затем был поставлен вопрос, более всего интересовавший Гитлера о его тылах на западе во время похода на восток. Саймон спросил, являются ли все внутренние дела континента германскими. Гэс ответил, мы, как господствующая держава Европы, не должны находиться в постоянном ожидании, что Англия станет вмешиваться в дела других европейских государств. Это главное, что сразу должно быть сказано в пункте о сфере интересов Германии. Смысл ответа был ясен. Гитлер требовал, чтобы Англия дала ему обязательство не вмешиваться в его дела с Советским Союзом. Затем Саймон спросил, означает ли германское господство над Европой, что Италия подчиняет свой суверенитет Германии. Гэс похватился и исправил текст меморандума слово Германия на ось. Получилось сфера интересов оси это Европа и так далее. На вопрос, что это означает, Гэс ответил, что это дело Германии и Италии, которые сами выяснят свои взаимоотношения. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Вторая дорожка четвертой кассеты. Заканчивая беседу, Саймон сказал, «Я, конечно, самым точным образом доложу все, что вы сказали, господин Гэс. Я очень рад, что имел возможность выслушать вас. Вы хотели говорить с представителем британского правительства. Эта честь выпала на мою долю, и мне это тем более приятно, так как мы встречались раньше». Однако здесь Гэс заявил, «Теперь я хотел бы дополнительно передать еще кое-что для кабинета, но я могу сказать это только доктору Гатри. Могу ли это сделать?» Саймон ответил, «Но вы должны говорить очень медленно». Как принято говорить, на самом интересном месте протокол обрывается. Что же сказал Гэс Саймону наедине? Поставить этот вопрос нас принуждает еще одно обстоятельство. В протоколе есть неясное место. Когда Кирпатрик настойчиво пытался выяснить, имеются ли в высших германских сферах другие, кроме самого Гэса, сторонники компромисса с Англией, Гэс, видимо, не без раздражения заявил, «Я хочу сказать, и это я твержу вам уже второй день, и говорил то же самое герцогу Гамильтону, я редко даю честное слово, ибо привык рассматривать его как святое дело, а сейчас я даю честное слово. Документ, написанный мною, отражает то, о чем фюрер говорил мне в многочисленных беседах». Второй день? Разве беседа продолжалась два дня? Об этом нет никаких письменных свидетельств. Или Гэс имел в виду прежнюю встречу с Кирпатриком? Вопросов много, но мысл возможных ответов один. Речь шла о столь щекотливых делах, что их предпочли не фиксировать в официальных английских документах. Однако на английских документах свет клином не сошелся. Если обратиться к запискам гитлеровского адъютанта Отто Гюнши, то там смысл предложения изложен определенно. В разговорах о полете Гэса в штабе Гитлера под большим секретом передавалось, что Гэс взял с собой в Англию меморандум об условиях мира с Англией, составленный им и одобренный Гитлером. Суть меморандума сводилась к тому, что Англия предоставляла Германии свободу действий против советской России, а Германия со своей стороны соглашалась гарантировать Англии сохранение ее позиции в колониальных владениях и господство в Средиземноморском бассейне. В этом меморандуме кроме того подчеркнулось, что союз великой континентальной державы Германии с великой морской державой Англии обеспечит им господство над всем миром. Да, это куда яснее. Не может быть сомнения, что Гэс довел до сведения англичан свои идеи в самом развернутом виде. Принимавший участие в событиях того времени английский эксперт по вопросам психологической войны Сэфтон Делмерс сообщил уже после окончания Второй мировой войны, что в сентябре 1941 года состоялась беседа Гэса с другим членом английского правительства лордом Бивербруком. Саймон, как утверждает Делмерс, был не способен расположить Гэса к полной откровенности и эту задачу выполнил Бивербрук. Гэс прямо сказал ему, что его цель побудить Англию заключить мир с Германией, чтобы затем совместно действовать против СССР. Несколько лет спустя появились и мемуары самого Бивербрука, в которых он обнародовал часть записи своей беседы с Гэссом. В ней Бивербрук фигурировал под псевдонимом доктор Ливингстон. Гэс снова под инициалом Джей. Нам знаком этот метод записи по протоколу Саймона. По настоянию Гэсса разговор состоялся без переводчика. Джей. Англия сейчас ведет очень-очень опасную игру с большевизмом. Доктор Л. Очень опасную игру с большевизмом? Джей. Очень опасную. Доктор Л. Однако я не понимаю, почему Германия напала на Россию. Джей. Потому что мы знали, что Россия нападет на нас. Доктор Л. Но зачем было бы России нападать на Германию? С какой целью? Джей. С целью революции. Мировой революции. Разумеется, затасканный тезис о превентивной войне не смог убедить Бивербрука. И тот иронически заметил, что у СССР едва ли хватило бы сил для достижения такой цели. Как утверждает Бивербрук, Гесс вручил ему длинный меморандум, в котором предлагал, чтобы Великобритания поддержала Германию против России. Много лет спустя комендант тюрьмы в Шпандау любознательный полковник Берт не раз спрашивал Гесса, сообщил ли он англичанам дату нападения на Советский Союз. Знал ли он ее? Берт повторял свой вопрос по различным поводам. Гесс то говорил, что не знал, то отговаривался тем, что ничего не помнит. Наконец Берт потерял терпение. Он изложил показания Гесса таким образом. Гесс мог выдать гитлеровский план нападения на Россию. Он был одним из немногих, кто знал об этом нападении, которое должно было произойти через шесть недель. Гитлер был вне себя от страха, что Гесс может его предать. Записав этот абзац, Берт перечеркнул его и показал рукопись Гессу. Тот спросил, почему вы зачеркнули этот абзац? «Я думал, что это было так», ответил Берт. «Однако вы это отрицали во время бесед, поэтому я все перечеркнул. Полковник, я хочу, чтобы вы все оставили в таком виде. Но вы понимаете, что это значит? Вы тем самым признаете, что знали о Барбароссе до отлета в Шотландию. Полковник, я прошу вас все оставить так, как вы написали. «Итак, вы знали о Барбароссе? Да, я знал. Тогда расскажите мне поподробнее. Нет, не сейчас». Но то, что Берт не узнал от Гесса, мне довелось услышать от другого человека. Я уже упоминал о моих беседах с бригадой фюрером С.А. Вернером Кептеном. Разыскать его помог известный английский историк и публицист Дэвид Ирвинг, специалист по розыску дневников и записей времен нацизма. Он нашел ежедневные отчеты, которые посылал из ставки Гитлера Кептен как личный представитель имперского министра по делам оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга при ставке фюрера. Записи отличались большой подробностью и представляли определенный интерес. Затем Ирвинг разыскал и самого автора. «Попытайтесь поговорить с Кептеном. Он многое видел и многое знает», посоветовал мне Ирвинг, когда я рассказал ему о своей работе. Сказано, сделано. Будучи в Мюнхене, я встретился с Кептеном. Тогда я больше всего интересовался Борманом и наиболее подробно выспрашивал моего собеседника о том, что представлял собой этот зловещий человек. Однако Кептен рассказал мне и о других своих знакомых. «Кстати, заметил он, знаете ли вы, что я один из последних, кто видел Рудольфа Гесса перед его отлетом в Англию?» «Нет, я этого не знал и с тем большим интересом выслушал рассказ Кептена». В мае 1941 года рейхслейтер нацистской партии Альфред Розенберг был занят выполнением сверхсекретного и исключительного задания, полученного им 2 апреля лично от Гитлера. Розенберг должен был разработать точные планы действий оккупационной администрации в Советской России после того, как Вермахт победоносно закончит свой поход на восток. 10 мая Розенберг должен был доложить Гитлеру о ходе работ. Для этого ему прицело вылететь из Берлина в Мюнхен, а оттуда машина отправится на Бергхоф. Как всегда, Розенберга должен был сопровождать его адъютант Вернер Кёппен. Однако, поздним вечером 9 мая в адъютантуре Розенберга раздался звонок. Звонил из Мюнхена бригады фюрер С.А. Карл Хейнс Пинч, адъютант Гесса. «Вы должны завтра утром быть у Гесса», сказал он Кёппену. Кёппен связался со своим начальником. «Что-то случилось, надо быть», ответил Розенберг. Ранним утром 10 мая самолет Розенберга приземлился в Мюнхене. Здесь его уже ожидала машина Гесса, которая привезла Рейхслейтера на квартиру Гесса в пригороде Харлахинг. Кёппен и заместитель Розенберга Шикеданц остались ждать, пока Гесс и Розенберг долго гуляли в саду с озабоченным видом беседуя о чем-то. Разговор по впечатлению Кёппена был очень серьезным. Затем они пообедали и распрощались. Адъютанты не предполагали, что Розенберг окажется последним собеседником Гесса в Германии. В их присутствии Гесс попрощался с семьей и обе машины покинули Харлахинг. Розенберг с адъютантами поехали в направлении Берхтес-Гадена, а Гесс, как выяснилось позже, на аэродром, где его ждал специально оборудованный мистер Шмидт. Кёппен не сомневался, что Гесс получил от Розенберга всю необходимую информацию о подготовке нападения на Советский Союз. Что же остается от загадки полета Гесса? Поистине немного. В своей политической сущности он загадочности лишен, поскольку оказывается одним из звеньев общего ряда внешне парадоксальных, но внутренне логичных акций международного антикоммунизма. Как и многие его единомышленники, Гесс полагал, что стоит предложить Черчиллю соучастие в походе на Советский Союз, как перед ним откроются все двери. Но двери захлопнулись, ибо не только здравый смысл руководящих политиков Запада, но сам дух времени, настроение миллионов говорили об ином, о том, что только в едином фронте с Советским Союзом возможно спасение мира от коричневой чумы. Глава седьмая. Если открыть сейф номер 14, сохранить в полном секрете. Об этом должны знать только немногие. Гитлер сам составил список лиц, которые должны были получить допуск к шестистраничному документу, автором которого был Генрих Гиммлер. 28 мая 1940 последний записал. Фюрер отдал указание о том, чтобы документ был составлен лишь в нескольких экземплярах, не подлежал размножению и о том, что его необходимо сохранять в полном секрете. С содержанием документа разрешалось ознакомить двух имперских министров и даже не всех гаулейтеров и начальников главных управлений СССР. Что же было в этом документе составленном 15 мая 1940 года, то есть в самом начале французской кампании, в тот самый момент, когда надо было планировать следующие шаги Третьего рейха. Касался ли он судьбы Франции или, может быть, Англии, план вторжения в который уже в наметках был подготовлен? Нет. Об этом можно было судить по одному лишь названию меморандума. Некоторые мысли по поводу обращения с инородцами на востоке. Несколько лет назад западногерманский историк Рейнхард Оппетт задался интересной целью. Он решил сопоставить европейские планы германского империализма на протяжении большого исторического периода от 1900 до 1945 года. Картина получилась поучительная. Она рисовала железную последовательность германского крупного капитала в его борьбе за место под солнцем. Работа Оппетт названная автором европейской стратегии германского капитала может стать важнейшим документальным материалом для выяснения подпудных причин обеих мировых войн. Нет, не Гитлер и не Гиммлер первыми начали задумываться о Дрангнах Остен. Эти планы родились давным-давно. Оппетт напоминает о трудах реакционного идеолога времен Бильгельма Пауля Рорбаха, который мечтал о расчленении русского колосса на свои естественно исторические и этнографические составные части. К ним он относил Финляндию, Прибалтику, Польшу, Бессарабию, Украину, Кавказ, Туркестан, Московию и Сибирь. Рорбах иллюстрировал свои идеи следующим образом. Россию можно безболезненно расчленить как апельсин на ломтике. Именно так, пророчествовал он, будет легко покончить с огромным русским государством. Прочитав эти разглагольствования, датированные 1916 годом, я сразу вспомнил другую формулу. В принципе, речь идет о том, чтобы удобно расчленить гигантский пирог. Так вещал Гитлер от 16 июля 1941 года. Опец приводит и этот протокол совещания у Гитлера, как бы подчеркивая связь различных этапов стратегии германского империализма 20 века. Но этапов было много. Очень много. Когда в Нюрнберге международный военный трибунал вскрывал все обстоятельства нацистской агрессии, основные усилия подсудимых были направлены на то, чтобы отрицать предумышленный характер заговора против мира, который был составлен гитлеровской Германией. Но уже в дни Нюрнберга часть за частью прояснялась картина планомерной и систематической подготовки нападения на Советский Союз. И не только самого нападения, но и всех возможных последствий. Одним из тех, кто занимался разработкой подобных возможных последствий, был только недавно упоминавшийся нами рейсхлейтер нацистской партии, особый уполномоченный сюрера по вопросам национал-социалистского воспитания Альфред Розенберг. Доктор Вернер Кеттен рассказал, как Розенберг готовился к расправе с Советским Союзом. Еще задолго до войны с Советским Союзом Розенберг приступил к разработке планов переустройства Советского государства послевоенной победы. Для этого был создан так называемый Исследовательский Институт Континентально-Европейской Политики. Конечно, это был не научный институт в обычном смысле слова, а практический штаб планирования. Он разместился в здании, где раньше находилось Югославское посольство в Берлине. Кеттен продолжал. Розенберг видел в этой задаче средоточие своих давнишних помыслов, сводившихся к восстановлению порядка, существовавшего в России до 1917 года. Об этом говорят и документы. 2 апреля 1941 года в дневнике Розенберга появилась запись «Розенберг пробил ваш час». Такими словами фюрер закончил беседу со мной, длившуюся два часа. Я развивал перед ним мои представления о расовом и историческом положении в Прибалтике, на Украине. Мои представления о борьбе против Москвы, о необходимой экономической связи этой борьбы с Кавказом. Фюрер выслушал с удовлетворением. Запись 11 апреля. Практически фюрер доверил мне судьбу пространства, которое, по его собственным словам, со своими 180 миллионами населения представляет целый континент. Не менее 180 миллионов человек будут непосредственно затронуты нашими действиями. 1 июня 1941 года. Я приступаю к решению задачи всемирно-исторического масштаба создать противовес Москве и России. Дневник Розенберга находится в архиве американского юриста, участника нюрнбергского процесса Кемпнера. Однако выполнение этих чудовищных финальных планов расправы с советским народом было поручено не Розенбергу, а Генриху Гиммлеру, рейсфюреру СС. В научно-популярной литературе СС охранные отряды чаще всего рассматриваются как полицейско-карательный аппарат Третьего рейха. Для этого есть все основания, ибо именно на СС было возложено выполнение самых кровавых, самых чудовищных злодеяний, причем злодеяний промышленного масштаба. Именно СС ведало индустрии смерти в десятках концлагерей и тысячах застенков фашистского государства. Но у СС были более далекие цели. Это был подлинный организационно-идеологический центр нацизма. Собственно говоря, первоначальные задачи охранных отрядов были выполнены СС уже в первые годы после прихода Гитлера к власти. С этого времени организация СС стала превращаться в своеобразный мозговой трест нацизма, если можно говорить о мозговой деятельности в данном случае, причем базирующийся на теснейших связях с деловыми кругами Германии. Недаром Гиммлер придавал такое значение своему кружку друзей СС, объединявшему крупнейших деятелей промышленного и финансового мира страны. Гиммлеровское ведомство в своей деятельности преследовало две цели. С одной стороны, это был своеобразный средневековый орден, объединявший отборные кадры нацизма, с другой стороны, это был закрытый клуб, в котором главари режима и их наиболее верные слуги в полной откровенности могли рассуждать о своих целях и планах. Такое построение открывало немалые возможности. Пока низшие чины СС исполняли карательно-полицейские функции, ССовская элита могла беспрепятственно заниматься перспективным планированием. Конечно, обретая такую силу, рано или поздно руководство СС должно было сказать свое слово о конечных целях Рейха в войне против Советского Союза. Уже в период планирования нападения на СССР Гиммлер вмешивался в разработку операции Генштабом и Верховным Командованием Вооруженных Сил, оставив за собой выполнение особых задач. И пока Розенберг разрабатывал систему оккупационной администрации, в руководстве СС зрели иные планы. Ими занимались три главных управления СС. так называемое главное управление по делам расы и поселений Obergruppenführer СС Хильдебрант, главное управление имперского комиссара по укреплению немецкой расы Obergruppenführer СС Грейфельд и Центральное ведомство по делам Volksdeutsche Obergruppenführer СС Лоренц. Распределение работы было таким. Ведомство имперского комиссара по укреплению немецкой расы, сокращенно РКФДФ, планировало выселение и переселение, Центральное ведомство разыскивало и набирало переселенцев, а расово-поселенческое проверяло их расовую чистоту. Вот почему Гиммлер еще в 1940 году разработал совершенно секретный документ программу полного уничтожения славянства. Он предлагал такое обращение не немецким населением на Востоке. Расово-пригодную часть германизировать, остальных либо уничтожить, либо превратить в рабов, умеющих считать до пятидесяти, писать свое имя и подчиняться немцам. На освобождающихся землях предлагалось создать немецкие военные поселения. «Вы не можете понять, как я счастлив», сказал Гиммлер своему врачу Керстену весной 1940 года, вернувшись с очередного приема у Гитлера, на котором докладывал свой план. «Фюрер не только меня выслушал, но и одобрил то, что я ему доложил. Это самый счастливый день в моей жизни». «Самый счастливый день Гиммлера стал самым страшным днем для народов оккупированных вермахтом стран, ибо он означал начало осуществление безжалостной программы уничтожения казней и расправ. Восток отныне принадлежит СС», так декларировал один из руководителей этой преступной организации. Действительно, с некоторого времени ССовские главари стали считать себя полными хозяевами захваченных территорий. Но нам уже хорошо знакома специфическая черта германского империализма. Стремление заранее расписать все, заранее определить все предстоящие действия в мельчайших подробностях. Так было с планом Грюн, так было с планом вторжения в Англию и с десятками других планов. Должен был существовать и план расправы со славянскими народами. Пропавшая грамота Летом 1943 года в личной канцелярии Генриха Гиммлера поднялся переполох. Пропали важные документы из одного дела. По этому поводу заведующий канцелярией оберштурмфюрер СС Прейсер писал личному референту Гиммлера оберштурмфюреру Бранту «Вы должны помнить, что я уже неоднократно говорил об этом деле. Я его пополнил, о чем докладывал начальству. Однако сейчас у меня оказалась лишь небольшая часть документов, и чиновники канцелярии клянутся, что остальное должно где-то найти. Может быть, вы припомните, где они лежат? На основании оставшихся документов мы не можем продолжать работу». Действительно, к Бранту не раз обращались по этому поводу. Еще в апреле ему докладывали, что в делах замечен беспорядок. Оказывается, на заколдованные документы заведены целых три дела. Два из них нашлись, третья оставалась у Гиммлера на столе, и референты не могли обрабатывать материалы. В мае удалось кое-что найти, но не хватало какого-то переработанного варианта. Поэтому референты снова убедительно просили Бранта поискать его на столе начальника. В июне от автора переработанного варианта, его имя мы скоро узнаем, поступило разъяснение, что он еще ждет ответа от Гиммлера. Да, я помню, сказал автору Гиммлер в апреле, он лежит у меня на столе, я думаю об этих вещах. И лишь в конце года все стало на место. Канцелярия нашла все документы, подшила их в дело, и 1 января 1944 года успокоилась, сообщив Бранту, все дело находится сейчас в сейфе номер 14. Копии всех этих документов находятся в архиве Мюрхенского института современной истории. Что же содержалось в делах, так взволновавших канцелярию Гиммлера, и почему в январе 1944 года переполох окончился? Ответы на эти вопросы связаны с самыми тяжкими нацистскими преступлениями, долгое время остававшимися неисследованными. Речь идет о так называемом генеральном плане Ост, одном из центральных планов нацизма, имевшем целью не только ликвидации Советского Союза как государства, но и физическое истребление всего славянства с последующей германизацией всего востока Европы до Урала, а может быть и до Сибири. Впервые об этом плане заговорили во время нюрнбарских процессов, в частности суда над обер-группенфюрером Грейфельтом, возглавлявшим имперский комиссариат по укреплению немецкой расы. Однако в руках американского обвинения не оказалось тогда всех документов. Они были обнаружены позже, когда западный германский исследователь профессор Ганс Хайбер натолкнулся в архивах на материалы, относящиеся к этому плану. В документах НО-2585 и НО-2325 прямо говорилось о генеральном плане ОСТ и публикация, осуществленная Хайбером в 1958 году на страницах исторического журнала Фиртельяресхэфте Фюр Цайтгэшихте стала подлинной сенсацией. Полный текст обнаруженных документов был переведен на многие языки, опубликован во многих странах, в том числе и в СССР. Но вот досада. Хайбер обнаружил важные документы, связанные с планом. Но самого плана не было. Работая в архивах ФРГ, я спросил самого профессора Хайбера, удалось ли ему найти всю документацию по этому вопросу. Хайбер ответил отрицательно. Когда же в Институте современной истории в Мюнхене я нашел переписку, приведенную выше, то решил, что дело безнадежное. Раз уж в канцелярии Гиммлера не могли найти всех документов, то, казалось, через 30 лет на это надеяться бессмысленно. Но произошло то, на что уже не было надежды. Однажды в беседе с прогрессивным историком ФРГ Петером Кайзером зашла речь о плане Ост, и он стал припоминать, что недавно видел небольшую заметку на эту тему. В ней говорилось, что при инвентаризации немецких трофейных документов в Национальном архиве США в Вашингтоне одна из сотрудниц нашла какие-то новые документы об оккупационной политике нацистской Германии. Не стану описывать всех этапов розыска, но в один прекрасный день на моем рабочем столе в Бонне оказался толстый ролик микрофильма, полученный из Вашингтона. Схватив его как драгоценность, я помчался в фотокопировальную мастерскую и через пару дней смог прочитать на заглавном листе генеральный план Ост архивный номер 484 дробь 173 правовые экономические и территориальные основы развития Востока. Представлен оберфюрером СС профессором доктором Конрадом Майером Берлин Далем июнь 1942 года. Здесь же были американские архивные номера 7 66 C 12 2 дробь 20 бокс номер 98 76 НАУС Т 84 Роль 73 Вместе с этим 84-страничным документом в ролике были и другие интересные материалы, которые в сочетании с документами, найденными Хайбером и другими исследователями, давали возможность достаточно полно реконструировать важнейшие элементы наисекретнейшего плана коричневой клики. Некоторым из моих коллег повезло больше. Известный польский историк Чеслов Мадайчик обнаружил и опубликовал этот документ раньше. Он также был обнаружен сотрудниками Центрального государственного архива ГДР, которые познакомили западно-германского историка Рейнхарда Опица с некоторыми его фрагментами. Опиц использовал их в своей большой работе о планах германского империализма. Этим мы и займемся. Как рождался план? Сейчас мы располагаем возможностью поэтапно вскрыть историю создания плана Ост. Если в мае 1940 года Гиммлер формулировал его основные цели, то как только прогремели первые залпы вермахта по советским городам... Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя дорожек. Третья дорожка четвертой кассеты. А именно спустя только два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, Рейхсфюрер СС вызвал к себе одного из своих подчиненных оберфюрера СС профессора Конрада Майера и дал ему задание разработать план колонизации и германизации тех земель, которые подлежали захвату. И тут началось. Первый предварительный вариант был представлен 15 июля 1941 года и получил одобрение. Второй основной вариант был представлен Гиммлеру тем же Майером 28 мая 1942 года. Очередное одобрение со стороны Гиммлера последовало очень быстро 12 июня. Однако он сделал дополнительное замечание, в частности расширил территориальные масштабы плана. Новый третий вариант был готов в конце 1942 года, после чего наступила пауза. Как же выглядел основной вариант? Он был переслан Гиммлеру в начале июня 1942 года. Если открыть первую страницу плана, то на ней напечатано оглавление, как и положено в любом солидном документе. Вот оно. Содержание. Часть А. Требование, предъявляемое к будущей системе поселений. Первое. Сельские поселения. Страница первая. Второе. Городские поселения. Страница тринадцатая. Третье. Создание колонизационных марок. Страница семнадцатая. Часть Б. Обзор стоимости развития восточных территорий, уже включенных в рейх, и методы финансирования. Первое. Стоимость строительства. Сметная таблица стоимости. Страница двадцать пятая. Второе. Разъяснение к таблице. Страница двадцать девятая. Приложение. Разнарядка численности для германизации уже включенных в рейх восточных областей. Часть В. Ограничение колонизируемых районов от остальных оккупированных восточных областей и основные принципы их развития. Первое. Карта. Районы поселения и опорные пункты на востоке. Второе. Таблица потребность в поселенцах и стоимость строительства в районах колонизации и опорных пунктах в восточных областях. Без полиции и вермахта. Третье. Разъяснение к первому и второму пунктам. Семьдесят первая страница. Такое содержание может озадачить некоторых читателей. На первый взгляд это вполне солидное сочинение трактующей вопросы переселенческой политики. Таблицы, графики, сметы. Что в этом предосудительного? Нет никаких указаний ни на расправы, ни на концлагеря, ни на уничтожение населения. Но может быть такие указания найдутся в тексте. Что ж, откроем первые страницы плана, которые начинаются с раздела общей руководящей идеи. Он гласит Силы немецкого оружия восточной территории, являющиеся предметом споров на протяжении веков, окончательно завоеваны для рейха. Отныне рейх рассматривает в качестве своей благороднейшей задачи превращение этих областей в кратчайший период в полноценные имперские области Гау. Первейшей предпосылкой для этого является заселение сельских районов и создание здорового крестьянства. Для системы немецких поселений должны быть приняты ниже следующие принципы. А. Для проведения подобной огромнейшей колонизаторской задачи надо провести отграничение заселяемых районов, определяемое этнографическими мотивами. Б. Как говорит накопленный опыт, успех колонизации в решающей степени зависит от создания единой системы управления во всех колонизируемых областях. На тех восточных территориях, которые уже включены в Рейх, руководство и контроль над проведением колонизации должно быть передано имперскому комиссару по укреплению немецкой расы. Остальные заселяемые области должны быть выделены из прежнего государственно-правового и территориального подчинения и на время колонизации подчинены рейхсфюреру СС в качестве марок рейха. В плане используется средневековый термин марка, обозначающий пограничные укрепленные районы. Для колонизационных опорных пунктов, соединяющих отдельные марки, действуют принципы предыдущего абзаца, установленные для включенных областей. И так далее, и тому подобное. Чистая администрация, аграрная политика. Извращенность в квадрате. Не хочу долго мучить читателя бюрократическими формулировками профессора Конрада Майера, хотя впоследствии нам еще придется вернуться к ним. Но с самого начала уместно избавиться от всех сомнений, о которых говорилось выше, и тогда мы поймем некоторые очень важные стороны как гитлеровской, так и всей империалистической демагогии. Тот, кто подробно знакомится с нацистской документацией, не может не заметить, что в ней употребляется специальный эссимистический жаргон. Например, вы очень редко встретите слово уничтожение. Сплошь и рядом речь идет об особом обращении. Вы не найдете выражения расстрелять всех, зато натолкнетесь на ученые выражения пацифировать. Различные инстанции Третьего рейха немало преуспели в поисках канцелярских терминов для сокрытия процесса уничтожения людей. Только в самых секретных документах употребляются слова ликвидировать или подвергнуть экзекуции. Но, собственно говоря, это было нарушением строжайшего приказа. Поэтому, когда начальник комендатуры города Керчи 7 декабря 1941 года доносил «Уничтожено около 2500 евреев», то затем он перечеркнул эти слова и от руки вписал «Переселено». 810-я полевая комендатура близ Евпатории, докладывая о расстреле женщины-еврейки с трехлетним ребенком и только что родившимся младенцем, рапортовала. Указанные лица подверглись обращению соответствующему директивам. Местная комендатура города Тирасполе, уничтожив с 29 сентября по 3 октября 1941 года 682 человека, так доложил об этом 682 гражданских лица оформлены. Сообщивший мне эти факты большой знаток немецкой военной документации Бетленко добавил, что в одном из приказов по комендатуре города Бреста за осень 1941 года он нашел прямое указание «не употреблять глагол ликвидировать». Впрочем, профессор Майер не должен был утруждать себя поисками эссимизмов. Его задача была проще произвести расчеты для заселения как бы безлюдной территории. О том, что произойдет с коренным населением, он не беспокоился, ибо знал, что соответствующие части генерального плана ОСТ разрабатываются непосредственно в Главном управлении имперской безопасности СС РЦХА. Эссимизмы гитлеровского жаргона родились и на другой базе. Для нацизма процедура уничтожения человека стала нормой, и главарей Рейха рассматривали это как нечто, само собой разумеющееся, как обычное явление. Тот самый обыкновенный фашизм, который пригвожден к позорному столбу в знаменитом фильме Михаила Рома, занимался уничтожением мирного населения как своей обыкновенной работой. Для этого не надо было даже говорить о самой процедуре, она уже была ясна. Таково было чудовищное извращение нормального здравого смысла самого человеческого языка. Ведь язык дан нам для общения, для совместной жизни, для постижения смысла бытия. Нацизм вывернул смысл человеческого языка наизнанку. Извращенная психология преступников порождала извращенный язык и мышление. Например, когда специалисты из отдела Т4 имперской канцелярии возглавлявшегося обердинстлейтером браком звания в НСДАП и эсэсовского отдела 2-й Д, которым командовал оберштурманфюрер Рауф, предложили использовать выхлопные газы грузовиков для уничтожения людей. Они вовсе не хвастали тем, что изобрели наилучший метод уничтожения невинных жертв. Нет, оказывается, они лишь заботились о них. Во-первых, при погрузке в машину человек и не подозревает, что идет на казнь. Во-вторых, из закрытого кузова не доносятся крики и окружающее население не будет обеспокоено. А брак добавлял, чувствительно эсэсовцы будут освобождены от неприятной обязанности смотреть, как гибнут люди. Примерно так же объясняли свои новые видения и эсэсовские палачи, соорудившие в Освенциме камеры смерти, которые были оборудованы как душевые. Только сверху не лилась вода, а осыпался циклон. Комендант Освенцима Рудольф Хёс даже хвастался. В Треблинке жертвы всегда знали, что они умрут, а у нас жертвы думали, что их подвергнут санитарной обработке. Нацисты очень заботились о том, чтобы их, не дай бог, не сочли врагами рода человеческого. Агрессия против Советского Союза, нарушение всех пактов и соглашений? Нет, превентивная война против злых большевиков, готовивших захват всей Европы. Истребление миллионов мирных жителей? Нет, всего-на-сего переселение в более удобные места жительства. Казнь в душе губки? Нет, только специальная обработка. Только исходя из этих особенностей нацистской методологии и терминологии, можно разобраться в документах нацистской поры, в том числе и в генеральном плане Ост. В нем особенно ярко выразилась своеобразная триада. Сначала циничный откровенный замысел, затем наукообразный до мелочей продуманный план и, наконец, воплощение замысла в жизнь огнем и мечом. Триада в действии. Начнем с замысла. Мы знаем, что он родился еще в 1940 году. Однако, наиболее откровенно и подробно его изложил Гиммлер в одной из речей перед высшими чинами СС и полиции в своей полевой ставке Хагевальд близ Житомира. Речь была произнесена 16 сентября 1942 года, то есть еще до Сталинградского поражения, примерно в те дни, когда Гитлер объявил, что мы там, то есть в Сталинграде, и оттуда не уйдем. В этих условиях Гиммлер решил подробно объяснить своим подчиненным, что именно надо сделать с оккупированными странами Восточной Европы, с населением Чехословакии, Польши и в первую очередь Советского Союза. Вот основное положение его речи. Вы должны смотреть на местное население только глазами, которыми должен смотреть кадровый эсэсовец с идеями эсэс в крови. Было бы очень хорошо, если бы все понимали, что означает тот факт, что мы, 83 миллиона немцев, наши союзники, и вместе с нами работающие на нас Европа, должны справиться с двумя стами миллионами русских. Из этого должны вытекать такие следствия. Мы сейчас завоевываем передовые позиции Азии. Мы должны собрать все, что попадается во всем мире из германской крови. Отсюда первый принцип, который вы должны себе зарубить на носу. Если вы когда-нибудь встретите на Востоке человека с хорошей кровью, то его нужно либо привлечь к нам, либо уничтожить. Надо учиться у англичан не на теории, а на практике. Учиться тому, как они обращались с индусами. Мы должны вообще научиться тому, чтобы один человек германского происхождения был в состоянии без всякой помощи владычествовать над областью со ста тысячами людей. Из этих ста тысяч работоспособных будет, наверное, тысяч пятьдесят. В их распоряжении будут камни, дерево, солома, зерно, скот. Пусть они себе строят из этого свой собственный рай, но господствовать должен немец. Правда, об этом мы должны говорить возможно реже. На будущие 20 лет после окончания войны мы, нынешнее поколение, ставим перед собой следующие задачи. И это в первую очередь относится к СС. Первое. В качестве первой и самой важной цели мы должны на этой территории сделать все, чтобы объединить германские народы. Германцев нужно объединить не только внешне, но и внутренне, для того, чтобы из нынешних 83 миллионов стало 120 миллионов сознательных германцев. Второе. Мы должны добиться решающего успеха в наиважнейшей области, а именно в области сохранения крови. Третья проблема дать людям землю. Недавно на одном из совещаний групп панфюреров я заявил о том, что в течение 20 лет мы должны колонизировать нынешние восточные германские провинции, начиная с Восточной Пруссии до Верхней Силезии, а также все генерал-губернаторство, то есть оккупированную Польшу. Мы должны германизировать и заселить Белоруссию, Эстонию, Латвию, Литву, Ингерманландию, германизованное название Ленинграда и прилегающих к нему территорий Ленинградской и Псковской областей, и Крым. В остальных районах мы должны действовать так, как мы начали действовать здесь, а именно, вдоль маршрутов, имеющих военное значение, вдоль наших шоссе, железных дорог и сети аэродромов, построят небольшие города по 15-20 тысяч жителей. Каждый город должен иметь гарнизон в качестве охраны. Вокруг него в радиусе 10 километров будут созданы немецкие деревни. Это ожерелье поселений мы продвинем вплоть до Дона и до Волги, и я надеюсь даже до Урала. Мы, как эсэсовцы, своими идеями, нашей жизнью и воспитанием, а также нашим участием в боях, должны добиться того, чтобы был создан германский восток, простирающийся до Урала. Это будет оранжерея германской крови. Тогда, через 400-500 лет в случае возможного конфликта континентов в нашем распоряжении будет не 120 миллионов, а 500-600 миллионов германцев. Бред маньяка? Разглагольствование сумасшедшего? Нет, таков был замысел, за которым и последовала вторая часть триады, педантично разработанный план профессора Конрада Майера. Я не хочу отягощать читателя чтением всего плана, но вот его важнейшие элементы. Часть А начинается с раздела «Требования, предъявляемые к будущей системе поселений». Первое. Сельские поселения. Проведение операции по созданию поселений в захваченных восточных областях проходит под руководством и наблюдением имперского комиссара по укреплению немецкой расы. Районы поселений, которые будут захвачены позже, будут выделены в отдельные области и на период выполнения программы будут подчиняться исключительно рейхсфюреру СС в его функции имперского комиссара по укреплению немецкой расы. Вся земля и полезные ископаемые будут принадлежать рейху, представителем которого будет являться рейхсфюрер СС. Под его руководством будут созданы ленные дворы. Второе. Городские поселения. В городах, как и в сельских местностях, монополия на владение землей принадлежит рейху. Учитывая, что желательным является максимальная привязка к земле строительства собственных домов, в городах необходимо предусмотреть большую гибкость при интерпретации права собственности. Программа социального жилищного строительства должна учитывать потребности восточных районов. Третье. Создание колонизационных марок. В тех восточных областях, которые уже включены в состав рейха, поселения становятся частью общей администрации и подлежат законам, которые действуют на территории рейха. Что же касается тех районов, которые будут захвачены позднее, то их управление должно учитывать потребности и заявки, исходящие из интересов укрепления немецкой расы. На этом основании необходимо сделать указанные районы специальными административными единицами. Эти административные единицы на период развития системы поселений следует выделить из нынешнего государственно-правового и территориального целого и подчинить власти рейхсфюрера СС в его функции имперского комиссара по укреплению немецкой расы. Компетенция подобного характера должна быть учтена правовыми, административными и исполнительными нормами. На передовом фронте борьбы немецкой расы против русачества и азиатчины существуют определенные области, перед которыми стоят особые общие имперские задачи. В этих областях для обеспечения охраны рейха нужно использовать не только власть и организацию, но и все оседлое немецкое население. Здесь, в совершенно чуждом окружении, немцы должны быть посажены на землю и обеспечены на длительное время. Сначала такими областями предлагается сделать Готенгау, Крым и Херсонская область, и Ингерманландию. Затем предлагается добавить Мемельско-Наревскую область. После того, как Майер разработал столь стройную систему управления районами, подлежащими колонизации, он перешел к самому процессу колонизации, или, как он выражался, германизации. Этому посвящены разделы Б и В генерального плана. С самого начала эсэсовец в профессорском звании разъяснял тем, кто должен был читать его проект, что он понимает под германизацией отнюдь не процесс превращения славян в немцев путем использования человеческого материала. Так Борман удивлялся большому числу голубоглазых и блондинов среди русских и украинцев. Не шла речь и о передаче славянам германского культурного наследия. Нет, определение процесса германизации звучало иначе. Германизация рассматривается завершенной, когда, во-первых, земля и полезная ископаемая переданы в немецкое владение, во-вторых, когда владельцами самостоятельных предприятий, чиновниками, служащими, квалифицированными рабочими, включая их семьи, станут немцы. Согласно наметкам, содержащимся в планах эскизах, сельское население будет составлять примерно 2,9 миллиона человек, городское 4,3 миллиона. Для германизации в селах численность немцев должна достигать около 1,8 миллиона, в городах около 2,2 миллиона. Иными словами, германизация по понятиям эсэф должна была состоять в полной колонизации захваченных территорий и превращение местного населения в рабов. Даже в категорию квалифицированных рабочих они не должны были допускаться. Соответственно, это изуверские задачи и разрабатывались новые формы колонизации, которые выглядели в генеральном плане так. «Задача насыщения огромных пространств востока немецким порядком и укладом ставит рейх перед настоятельной необходимостью найти новые формы колонизации, которые приведут в соответствие размера территорий и необходимое для них количество немцев. В генеральном плане ОСТ от 15 июля 1941 года этот вариант до сих пор не обнаружен, было предусмотрено выделение новых районов в поселении в течение 30 лет. По указанию рейхсфюрера СС план исходил из заселения следующих районов. Первое Ингерманландия Петербургская область Второе Готенгау Крым и Херсонская область бывшая Таврия Далее предлагаются Третье Мемельско-Наревская область район Белостока и Западная Литва Эта область совместно с включенными в рейх восточными территориями принадлежит предполью и в геополитическом смысле представляет собой перекресток обоих направлений колонизации. В результате возвращения Фольксдойче уже идет германизация Западной Литвы. Представляется необходимым, чтобы эти три района были превращены в колонизационные марки с распространением на них специальных правовых установлений, так как на эти марки выпадает важная в амперском масштабе роль передового отряда германской расы. Для того, чтобы теснее связать эти марки с рейхом и обеспечить коммуникации вдоль основных железнодорожных линий и автострад, предлагается организовать 36 колонизационных опорных пунктов, из них 14 в генерал-губернаторстве. Эти колонизационные опорные пункты примкнут к ныне существующим удобным центрам и совпадут с резиденциями высших начальников СС и полиции. Они будут удалены друг от друга на 100 километров. Общая площадь каждого пункта составит примерно 2000 квадратных километров, то есть будет равна площади одного-двух округов в рейхе. На Ингерман-Ламском направлении расположение опорных пунктов будет предусмотрено в две линии, учитывая особое значение Прибалтики для немцев. Первое. Германизация. Марки и опорные пункты должны быть германизированы за 25-30 лет. Для этого предусматриваются нижеследующие нормы, необходимые для германизации первых крупных участков колонизации по пятилетиям. Процент германизации в марках на селе 50 первое пятилетие, в небольших городах 20 первое пятилетие, 22 пятилетие, 10 третье пятилетие, в крупных и средних городах 21 пятилетие, 22 пятилетие, 10 третье пятилетие. Процент германизации в опорных пунктах На селе 10 второе пятилетие, 5 третье пятилетие, 5 четвертое пятилетие, 5 пятое пятилетие. В небольших городах 10 второе пятилетие, 10 третье пятилетие, 10 четвертое пятилетие, в крупных и средних городах 10 первое пятилетие, 5 второе пятилетие, 5 третье пятилетие, 5 четвертое пятилетие. В Ингерманландии будущая численность городского населения предполагается в размере 200 тысяч в 1939 год 3 миллиона 200 тысяч. Это означало уничтожение всего населения Ленинграда, которое в 1939 году составляло 3 миллиона 200 тысяч человек. В Готенгау городское население будет сокращено до 650 тысяч в 1939 год 790 тысяч. А. На селе. В основу расчетов для Готенгау, Крым и Херсонская область и для восьми опорных пунктов Украины положены хорошие почвенные условия. Для 14 пунктов Прибалтики, Ингерманландии, в Мемельско-Наревской области, Западная Литва и Белосток и генерал-губернаторстве расчеты базируются на средних почвенных условиях. Далее в генеральном плане ОСТ следовала арифметика смерти и разбоя. Такие цифры были исчислены эсэсовским профессором. Для германизации территорий, захваченных до 1941 года, нужны полтора миллиона человек. Для колонизации, захваченных после 1941 года, земель и создания опорных пунктов и марок, 3,3 миллиона человек. Предполагается навербовать немецких поселенцев из всех стран Европы и из-за океана, 4,9 миллиона человек. Предполагается германизировать на захваченных территориях, 0,7 миллиона человек. Стоимость колонизации, 45 миллиардов марок. Баланс Майера, казалось, сходился. Надо 4,8 миллиона человек. Можно набрать даже 5,6 миллиона колонистов. Все в порядке. Вермахт и Эйнзадзгруппы быстро очистят захваченные земли от туземного населения. И не пройдет и 25 лет, как здесь раскинется царство Генриха Гиммлера. Так было предусмотрено на 84 страницах генерального плана ОСТ. Когда стали расшифровывать? Теперь перейдем к третьей части триады. К части практической. Эту работу за нас выполнил один весьма трудолюбивый человек по имени доктор Эрхард Ветцель, сотрудник Возенберговского министерства по делам оккупированных восточных территорий. Когда ему прислали на отзыв в проект Майера, он, как человек практически, стал прикидывать. Генеральный план ОСТ предусматривает, что после окончания войны число переселенцев для немедленной колонизации восточных территорий должно составлять 4,5 миллиона человек. Если принять во внимание благоприятное увеличение населения за счет повышения рождаемости, а также в известной степени прилив переселенцев из других стран, населенных германскими народами, то можно рассчитывать на 8 миллионов немцев для колонизации этих территорий примерно за 30 лет. Однако этим не достигается предусмотренная планом цифра в 10 миллионов немцев. На указанное 8 миллионов немцев приходится по плану 45 миллионов местных жителей ненемецкого происхождения, из которых 31 миллион должен быть выселен с этих территорий. Не надо обманываться. Глагол «выселить» означал нечто совсем иное, а именно «уничтожить». Но вот цифра 31 миллион была далеко не последней. В ведомстве Розенберга уточняли, количество людей, подлежащих согласно плану «выселению», должно быть в действительности гораздо выше, чем предусмотрено, только с учетом того, что примерно 5-6 миллионов евреев, проживающих на этой территории, будут ликвидированы еще до выселения, можно согласиться с упомянутой в плане цифрой 45 миллионов местных жителей ненемецкого происхождения. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Четвертая дорожка четвертой кассеты. Однако из плана видно, что в упомянутые 45 миллионов человек включены и евреи. Следовательно, план исходит из явно неверного подсчета численности населения. Отсюда напрашивается вывод, что количество людей, которые должны либо остаться на указанных территориях, либо быть выселены, значительно выше, чем предусмотрено в плане. В соответствии с этим, при выполнении плана возникнет еще больше трудностей. Если учитывать, что на рассматриваемых территориях останется 14 миллионов местных жителей, как предусматривает план, то нужно выселить 46-51 миллион человек. У нас есть все основания полагать, что практик Ветцель был ближе к эсэсовской истине, чем теоретик Майер. У Ветцеля для этого был достаточный опыт. Именно он вместе с штурмбанфюрером Рауфом и обординсплейтером Браком был изобретателем душегубки. Располагаем ли мы всей документацией по генеральному плану ОСТ? Советские, польские и чехословацкие следователи этого вопроса обращают внимание на следующее обстоятельство. План разрабатывался параллельно в двух эсэсовских учреждениях в штабе Грейфельта РКФДФ и в ведомстве Гейдриха РСХА. Документ, с которым мы ознакомились, один из тех вариантов, который создавался в РКФДФ. Как мы знаем из переписки по этому вопросу, существовали варианты от 15 июля 1941 года, 28 мая 1942 года, конца 1942 года. Так как рецензия Ветцеля датирована апрелем 1942 года, он мог рассматривать либо первый вариант, либо какой-нибудь предварительный текст второго варианта. Но здесь возникает и такой вопрос. А может быть уже существовал план, составленный в РСХА? В Нюрнберге начальник отдела 3-й Б. Элих показывал, что в его отделе шли подготовительные работы. Правда, в документе Ветцеля речь идет о генеральном плане Ост-Рейхфюрера СФ. Такое название мог носить лишь документ, подписанный самим Гиммлером или от его имени. Документ же, родившийся в РСХА, в ведомстве Гейдриха, назывался бы иначе. Ветцель, кстати, несколько раз пишет о плане РСХА. Этими вопросами весьма интенсивно занимались польские историки. Так директор главной комиссии по расследованию нацистских преступлений в Польше, профессор Чеслов Пылиховский, придерживается мнения, что первые наброски плана в РСХА возникли уже в 1940 году. Пылиховский условно именует его «малым планом». Его коллега, директор Института истории Польской Академии наук Чеслов Мадайчик, относит первые наброски к более позднему времени, а именно к осени 1941 года. Когда я беседовал с ним в старинном здании на чудесно восстановленной главной площади Варшавского старого места, старого города, Мадайчик заметил. Я основываюсь на следующем. В октябре 1941 года имперский наместник в Голландии Артур Зейс Инквард был принят Гитлером, и речь шла не о чем ином, как о колонизации заселения Востока. Можно понять, почему Гитлер говорил это Зейс Инкварду. Ведь тот раньше был заместителем генерального губернатора в Польше. Кроме того, он носил звание Оббергруппенфюрера СС. Я предполагаю, что к этому времени документы по плану колонизации должны были быть готовы. Действительно, и Ветцель в своей рецензии пишет, что ему с ноября 1941 года было известно о работе над планом ОСТ в РСХА. Именно тогда штандартенфюрер СС Элих назвал ему зловещую цифру 31 миллион. 31 миллион человек, подлежавших выселению. Следовательно, документы РСХА по этому вопросу существовали. И если о моменте начала работы над ними еще имеется неясность, то нет никаких сомнений в том, что в верхушке СС, как в РСХА, так и в РКФДФ, параллельно велось планирование одного из самых чудовищных замыслов истории человечества, перед которыми меркнут злодеяния Нерона или Атиллы. Чеслов Мадайчик говорил мне. Моя гипотеза состоит в том, что если в ведомстве Гейдриха Элиха составлялся план уничтожения славянства, то Майеру было поручено подсчитать, какие людские и финансовые ресурсы понадобятся для освоения гигантских районов вплоть до Урала. Подобная функтуальность и тщательность была характерна для подхода Гиммлера к решению задач геноцида, которые практически должны были осуществить отряды СС. Тут же мой совеседник показал любопытнейший документ, обнаруженный в архиве охранной полиции и СД Познани. Он представлял собой записки гауптштурмфюрера СС Германа Крумия, сделанное после совещаний в Берлине в феврале и в июне 1945 года. Крумей возглавлял так называемый Переселенческий центр «Восток» в Познане, то есть практически осуществлял планы СС в оккупированной Польше. Совещание проводил все тот же начальник отдела 3В в РСХА, штандартенфюрер СС Элих. Записки, сделанные Крумием от руки, носят отрывочный характер и с трудом поддаются расшифровке. Однако ряд фраз говорит сам за себя. Выселение, советская Россия, народ, это не люди, в европейском смысле рабы, образовать большую империю, выселять параллельно с колонизацией. Длительность 2 или 3 поколения. Германизация области Варты за 6 лет, зона 2А Прибалтика за 10 лет, зона 2Б, южная часть генерал-губернаторства, зона 3А, северная часть, зона 3Б, Львов, четвертая зона, Днестр. Цель. Полная германизация всей территории, а не оккупация. Создание поселений на бывшей советской территории. Немецкие арендаторы получат бывшие советские предприятия. Слияние двух исторических направлений колонизации. Ну, как не узнать во фразах, записанных Крумием, формулировок Конрада Майера, особенно об исторических направлениях колонизации. Дальше Крумей приводит данные, которых мы не находим у Майера, а именно общую цифру уничтожения, разбивая ее по периодам А, Б, С, Д, Е. В течение 30 лет выселить 31 миллион человек. А. 6-7 миллионов, Б. 3 миллиона, С. 10 миллионов, Д. 6-7, Е. 5-6 миллионов. Подлежат выселению, читай, уничтожению. Евреи 100%, Поляки 80-85%, Литовцы, Латыши, Эстонцы 50%, Галициицы, Западные Украинцы 65%, Белорусы 75%. Эти записи дают ответ на вопрос, который возникал раньше, а именно, почему в плане Майера, то есть в плане РКФДФ, отсутствовали цифры, касающиеся масштаба уничтожения славянских народов. Их не было, так как они указывались в другом документе, а именно в плане РСХА. Через несколько строк Крумей прямо пишет «Генеральный план ОСТ» и начинает излагать то, о чем говорилось на втором совещании по этому столь важному для нас поводу. К сожалению, именно на этих строках записки Крумейа кончаются. Однако и сохранившиеся заметки достаточно красноречивы. Они позволяют сделать следующие заключения. Во-первых, еще в феврале 1943 года в штабах СС, в частности в отделе 3-й ВРСХА, выполнение генерального плана ОСТ считалось вполне актуальной задачей. Это совпадает и с приводившейся выше документацией РКФДФ, согласно которой интенсивная переписка Гиммлера и Майера шла именно в это время. Во-вторых, подтверждается исходная цифра уничтожения 31 миллиона человек на оккупированных территориях. Более того, из записок Крумейа видно, что это была сугубо минимальная наметка, и Векцель был куда более близок к ССовским масштабам, полагая, что надо уничтожить не 31, а от 46 до 51 миллиона человек. Чехословацкий исследователь Мирослав Карне считает, что существовала определенная последовательность. В 1941-1942 годах план преимущественно разрабатывался в РСХА, а в 1942-1943 годах в РКФДФ. Это вполне могло иметь место, учитывая сложное разделение компетенций в аппарате СССР. Однако для нас важнее общий итог, из которого вырастает поистине чудовищная картина. Добавлю, из некоторых документов и свидетельств очевидцев явствует, что генеральный план ОСТ в свою очередь предполагалось включить в еще более широкий генеральный колонизационный план, касавшийся всей Европы, западной, центральной и восточной. Польский публицист Кшиштоф Конкалевский беседовал несколько лет назад с безбедно живущим в ФРГ бывшим начальником отдела планирования главного штаба СС штурмбанфюрером Александром Далежалеком. Далежалек рассказал, что в его отделе планировали судьбу всей новой Европы, а именно удел всех 36 европейских народов. План этот подразделялся на три части Европа-1, Европа-2, Европа-3. Судя по всему, по очередности реализации. Однако, как к сожалению констатировал Далежалек, осенью 1944 года эти работы были прекращены. Весьма важный документ из всей Майеровской серии был неизвестен до сих пор. Это письмо Гиммлера от 12 января 1943 года за номером 47 дробь дробь 43. Оно являлось ответом на вопрос, который Майер задал рейхсфюреру СС, когда он представил ему очередной вариант плана ОСТ. Теперь он стал называться генеральным планом заселения. Вот что писал Гиммлер. Дорогой Майер, при первом ознакомлении с генеральным планом заселения я хотел бы ответить на вопрос, который вы собирались мне поставить во время вашего последнего визита ко мне. В район заселения на Востоке следует включить Литву, Латвию, Эстонию, Белоруссию и Ингерманландию, а также весь Крым и Таврию. Таково мое первое замечание, согласно которому вы сможете соответствующим образом переработать план. Хайль Гитлер. ПС Упомянутые области должны быть тотально германизированы, то есть тотально заселены. Копии направляются для сведения. Вторая обергруппенфюреру СС Вольфу, начальник личного штаба Гиммлера. Третья начальнику охранной полиции ИСД. Четвертая групппенфюреру СС Бергеру, представитель СС при министерстве Розенберга. Это чрезвычайно важный документ. Он дает нам краткий но выразительный комментарий к генеральному плану ОСТ и ко всем аграрно-политическим рассуждениям Майера. Все попадавшие под власть СС районы должны быть тотально заселены, то есть все коренное население подлежало выселению, иными словами уничтожению. Приведем небольшой подсчет. По состоянию на 1939 год население указанных объектов составляло Литва 2,87 миллиона человек, Латвия 1,99 Эстония 1,12 Белоруссия 8,46 Ингерманландия 6,24 Крым и Табрия 2,00 миллиона человек Всего 22,68 миллиона человек Итак 22,23 миллиона человек Если к ним добавить минимум 20 миллионов поляков то мы приближаемся к цифрам Ветцеля то есть от 40 до 50 миллионов только в пределах тех территорий которые попали под ярмо оккупации к исходу 1942 года Если же распространить расчеты Майера Ветцеля 65 85 процентов выселения и на те территории на которые зарились Гитлер и Гиммлер заселения вплоть до Урала то получается цифра порядка 120 140 миллионов Можно констатировать что генеральный план ОСТ предусматривал физическое уничтожение 120 140 миллионов человек на территории Польши и Советского Союза и заселение этих территорий 8-9 миллионами немцев Таковы были наметки каннибалов в эсэсовских мундирах и профессорских мантиях Теория и практика Но не только наметки Дальше зашли эсэсовские меры по германизации и колонизации в Польше на территории так называемого генерал-губернаторства С самого начала создания генерал-губернаторства его оккупационные власти не упускали из вида дальнюю цель нацизма ликвидации поляков как нации Об этом выразительно сказал генерал-губернатор Ганс Франк на одном из совещаний в Кракове 30 мая 1940 года Территория генерал-губернаторства останется под немецкой властью причем не в форме протектората или ей подобной а в ясной форме территории находящейся под немецким господством на которой обеспечено абсолютное владычество германской расы над низшим слоем польских трудящихся Здесь после завершения германизации и возвращения немцев в районы в Артегау Западной Пруссии Юго-Восточной Пруссии и Верхней Силезии будет осуществлена долгосрочная германизация Я открыто говорю о германизации ибо точно такая же проблема стояла сто лет назад перед нашими предками которым противостоял тот же самый чужеродный славянский народ Обо всем этом я говорил с фюрером и мы пришли к единому мнению что эта территория должна быть возвращена немецкой расе за какой период это произойдет 50 или 100 лет это нам безразлично но если мы перед лицом всех трудностей все же стремимся добиться полного господства над польским народом то мы должны использовать время все что мы обнаружили в виде руководящей прослойки в Польше должно быть уничтожено таковы были установки франка на практике это выглядело так сразу после оккупации Польши началось выселение инородцев из так называемых включенных в рейх областей Силезии Померании Познани Лодзи с 1939 до июня 1941 года число выселенных составило свыше 1 миллиона человек однако на этом этапе еще не производилось массового уничтожения людей оно началось после нападения на СССР в 1941 году под руководством Франка был составлен 20-летний план преобразования всей демографической и экономической структуры территорий вошедших в состав генерал-губернаторства как и в плане Майера его основой была передача земли в немецкие руки и заселение Польши немецкими колонистами составление конкретного плана колонизации было поручено Гиммлером высшему начальнику СС и полиции в Люблинской области обер группенфюреру СС Одило Глобочнику как мы знаем высшие начальники СС были одновременно представителями Гиммлера на местах Люблинская область была неким образцом политики колонизации в первую очередь в ней практически уничтожили все еврейское население его численность с 250 тысяч была доведена к концу 1942 года до 20 тысяч Затем очередь дошла до поляков По решению Гиммлера в качестве первого объекта колонизации был избран округ Замостье директива номер 17 дробь С Идея сделать район Замостье экспериментальным объектом для колонизации принадлежала самому Глобочнику который нашел в этом районе остатки древнегерманских поселений Этого было достаточно чтобы Гиммлер пришел в восторг от замысла В беседах со своим врачом Карстеном он говорил Посмотрите какая прекрасная идея Это крупнейшая колонизаторская операция которую когда-либо видел мир Глобочник предлагал начать с Замостья Тамашува и Грубешува городов находящихся на юге Люблинщины Затем германизации подлежал огромный четырехугольник ограниченный Люблиным Житомиром Винницей и Львовом Американский исследователь Кель полагает что если бы немцы одержали победу над Россией то в этом четырехугольнике где перекрещивались две административные области и проходила граница между украинцами и поляками возникло бы эсэсовское государство Глобочник приступил к выполнению своего замысла с ноября 1942 по март 1943 года здесь было изгнано со своих земель население 293 деревень общей численностью более 100 тысяч человек жителей Замости ожидала тяжелая судьба у родителей отнимали детей примерно одну пятую выселенных предполагалось отправить в лагеря смерти при проведении акции было расстреляно около 17 тысяч человек для поселения предназначалось тысяч немецких семей из Бессарабии тысяча из Боснии 200 из Сербии 4000 из Прибалтики 500 из Волыни 200 из Голландии Дании и Бельгии а всего около 10 тысяч семей общей численностью до 50-60 тысяч человек Практически к 1943 году поселено было около 4 тысяч человек Однако 2 февраля 1943 года было признано что дальнейшее переселение продолжать нельзя После Сталинграда оккупантам было не до колонизации Профессор Мадайчик приводит такие обобщенные данные по переселению коренного населения из различных районов генерал-губернатор мастерства 1939 год 140 тысяч человек 1940 год 190 тысяч человек 1941 год 290 тысяч человек 1942 год 265 тысяч человек 1943 160 тысяч 1944 595 тысяч человек Однако уже акция в Замосте показала, что планы Майера, Глобочника и Ижа с ними осуществить было непросто. Немецкие оккупационные власти стремились к германизации местного населения, но последнее вело себя совсем не так покорно, как предполагалось. Акция вызвала такой протест, включая усиление партизанской борьбы, что Франк, от которого требовались все новые и новые поставки продовольствия в рейх, был вынужден замедлить темпы колонизации. Долгосрочные планы стали препятствием для планов краткосрочных. Более того, первые шаги по выполнению генерального плана ОСТ показали, насколько надумана вся теория жизненного пространства. Выяснилось, что Германия не только не имела избытка населения, но наоборот, нуждалась в рабочей силе. Не случайно начался массовый угон населения Польши, Украины и Белоруссии в рейх. Хотя Майер предполагал, что в его распоряжении будет более 2 миллионов переселенцев, выяснилось, что их лишь несколько сот тысяч. Так, до 1941 года в Польшу было переселено около 200 тысяч немцев, однако не из рейха, а из числа немцев, бежавших в рейх в предвоенные годы. Франк раздал им 47 тысяч крестьянских дворов площадью в 9,2 миллиона гектар. Ремесленники получили 20 тысяч предприятий. Когда же Гиммлер приступил к завершению германизации тех областей, о которых Майер говорил в первой части плана ОСТ, то, например, для района по реке Варти пришлось брать фольксдойче из генерал-губернаторства, что срывало планы германизации Польши. В свою очередь, Франк категорически возражал против того, чтобы СС вербовало переселенцев для Украины среди фольксдойче генерал-губернаторства. Та же картина наблюдалась и в имперских комиссариатах. Рейхскомиссар Остланда Гинрих Лозе с первого дня приступил к выполнению генерального плана ОСТ на территории Прибалтики. Раньше всех подлежала германизация Эстония, население которой считалось наиболее чистым в расовом отношении. Затем, по мнению Гейдриха, должны были идти латыши и лишь в третью очередь литовцы. Согласно этому расписанию, в Эстонии в период оккупации было уничтожено все еврейское население и началась процедура германизации. В первую очередь ей подлежали дети эстонцев. Следующей областью германизации была так называемая Ингерманландия. Значительную часть населения этого района должны были выселить в Финляндию, а земли включать в так называемый административный округ Петербург, Адольфсбург. Процесс германизации на территории Белоруссии задержался, но не по вине Лозы или Розенберга, а из-за героического сопротивления белорусского народа. Розенберг предполагал расширить Белоруссию на восток вплоть до Орла и Твери. В ведомстве Розенберга, разумеется, не признавали название Калинин. И сделать ее административным центром Смоленск. Одновременно предполагалось переселить в Смоленскую область часть польского населения, чтобы разобщить белорусов и русских. Но все эти планы остались на бумаге. Что касается Украины, то здесь вставал вопрос об усилении украинского населения и перемещении сюда в качестве военных колонистов немцев из Румынии, Болгарии и Югославии. В августе 1942 года из района Виннипс было изгнано коренное украинское население. Здесь решили соорудить военное поселение Хегевальд, а в районе Коростеня – Ферстенштадт. Предполагалось, что они станут центрами германизации. Но вскоре от предположений ничего не осталось. В Крым по предложению начальника немецкого оккупационного управления в Крыму Фраунфельда намечалось переселить немцев из Южного Тироля, а также жителей немецких колоний за Днестром. В 1942 году Гитлер пришел к окончательному решению, что Крым будет новой родиной для южных тирольцев. Тем самым он хотел ликвидировать потенциальные возможности германо-итальянских конфликтов. Планы переселения южных тирольцев были разработаны довольно подробно, но, конечно же, так и не были осуществлены. Одним из первых из Крыма бежал сам Фраунфельд. Правда, еще в январе 1943 года, в дни Сталинградской битвы, шла усердная переписка между Гиммлером и Майером, Майером и Розенбергом по поводу всех мельчайших деталей плана. Даже в апреле 1943 года, то есть уже после Сталинграда, непосредственный начальник Майера, обер-группенфюрер СС Грейсель, направлял в секретариат Гиммлера доклады, пополняющие документацию по генеральному плану ОСТ. И как мы уже знаем, лишь к 4 января 1944 года в канцелярии Гиммлера улеглась буря по поводу пропавших грамот. Это было после разгрома немецких войск на Курской дуге, освобождение левобережной Украины и части Белоруссии, заметим, задолго до высадки союзников в Нормандию. Лишь после этого канцеляристы в черных мундирах собрали все документы и положили их в специальный сейф под номером 14. Там они и остались. Только подвиг советской армии положил конец генеральному плану ОСТ. Добавить остается лишь немного. Гиммлер покончил жизнь самоубийством. Кондреда Майера судили в американском военном трибунале, приговорили к 25 годам тюрьмы. Но уже в 50-х годах он был выпущен и стал профессором Ганноверской академии планирования. Его перу принадлежало много вышедших в ФРГ сочинений по вопросам переселения. Он умер в 1973 году. Архивы Майера, как любезно сообщила мне его супруга, не содержат никаких материалов по генеральному плану ОСТ. Но остался сейф номер 14. И его содержимое, которое является подлинным обвинительным актом. Обвинительным актом против антигуманных, разрушительных сил мирового империализма в его эсэсовской ипостасе. Конец книги. Запись произведена в републиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Май 1975 год. Конец книги. Конец книжение. Конец книги.